Возрождение российской малоавиации начнется в Новосибирске. В областном центре запустят в производство самолеты, сконструированные на базе Ан-2. Об этом сегодня рассказали журналистам сотрудники Сибирского научно-исследовательского института авиации. Летчики вернулись из Подмосковья, где прошел международный авиакосмический салон. Подробнее Анатолий Харитонов. В небе над Жуковским необычная пара. Будущее российской истребительной авиации МиГ-35. Он поступит на вооружение наших ВВС через несколько лет. И «Гроза Люфтваффе» МиГ-3, восстановленный в Новосибирске. По словам летчика-испытателя Владимира Барсука, вторую жизнь в мегаполисе Нааби обретают не только военные раритеты. На Международном авиакосмическом салоне наши земляки представили модернизированный Ан-2, получили аттестат годности к полетам на территории Европы и Северной Америки и заказ на производство 25 машин для Канады. В России эта модель заменит старые кукурузники. Кстати, их до сих пор заправляют автомобильным бензином, что очень дорого и опасно. При температуре плюс 5 градусов и ниже самолет Ан-2 уже со старым мотором требует обогрева. Надо 80 килограмм масла при температуре, например, минус 20, их надо нагреть. Это целая история. Подготовка Ан-2 зимой составляет около трех часов. Самолет, который мы сегодня предлагаем с новым мотором, до минус 38 градусов не требует подогрева. В Жуковском представили еще один самолет, сконструированный в Новосибирске. Так называемый демонстратор технологий ТВС-2ДТ. Он прочнее и легче подобных машин. Крылья из композитных материалов. Такие только у аэробуса А-350. Биплан гораздо быстрее старого кукурузника. По словам конструкторов, в серийное производство самолет планируют запустить в следующем году на базе Сибирского научно-исследовательского института авиации. Модель доработают. В дальнейшем тоже планы, чтобы фюзеляж был заменен на композитный, увеличилось число пассажиров. Были определенные доработки, может быть, пародинамики этого самолета. Может быть, коснется изменение воздушный винт. Организаторам и участникам Международного авиакосмического салона представители Сибниа запомнились как настоящие асы. Игорь Масейкин и Владимир Барсук добирались на МАКС на самолете ТВС-2ДТ. На нем же возвращались обратно. По воздушной трассе от подмосковного Жуковского до Новосибирска около 3000 километров. Весь путь на ручном управлении. Автопилота у этой крылатой машины пока нет. По дороге домой наши земляки установили неофициальный рекорд дальности полета для машины типа Ан-2. Долетели до Омска, хотя могли бы сразу до Новосибирска, но помешала гроза. Анатолий Харитонов, Андрей Карасев. Новости ОТС.